ОМТВЮА про Головне Это в некотором роде, наверное, лучший рождественский подарок Но, тем не менее, это не отменяет ситуации на земле Что у них много пехоты, им их не жалко, пехоте самой не жалко себя И так далее, и так далее То есть, все равно мы возвращаемся к главному Где и как найти этот военно-технический ответ При том, что количественно, объективно, их больше Причем несколько раз Вот мне очень хорошо как раз подвели За меня сказали один из основных выводов Которые я хотел сегодня представить Что с деньгами-то вообще нет проблемы В конце концов, у Норвегии тоже Суверинный фонд полтора триллиона долларов А уже практически прида Вот тот шквал таких очень позитивных решений Европы За последние недели Это, конечно, и 12 пакет санкций принято Это и продвинутый совместно с американцами Продвигается решение о конфискации 300 миллиардов российских долгов И направления как раз на украинские нужны То есть деньги можно сколько угодно И 300 миллиардов русских И если надо Тот же Норвежский фонд даст Дело в том, что вот эта решительная реакция Европы На затяжки Затяжки В Вашингтоне Она Понимание ими действительно серьезной опасности Вот Европа как раз Наблюдая за всеми играми В Вашингтоне Поняла, что она тоже должна вмешаться Вот моя любимая метафора Я же Как раз Потребляю в наших передачах Что Украина С прямокеоретическим сопротивлением За шиворот Втянула Америку В мировую политику Ну да Втянула Но до конца не дотягивает Как видите Так вот Понадобился еще такой здоровый пинок Взад Американскому конгрессу Которым является вот эта серия Проукраинских решений Европейских стран А деньги вообще Ну и вот я никогда же Не участвовал в этих идиотских дискуссиях Под Линдлизи Или под Линдлизи Вот как Какими бумажонками Оформляются поставки вооружения Американским западом Для нас не важно Это их внутреннее дело Каковы эти пакеты Вот за них мы боролись В течение всего этого года Вы помните Как сначала С каким По одной схеме Проходило все Начиная с Хаймасов Нет нет Ни в коем случае нельзя давать Потом даем Потом и Патриотс Потом и Эбрамс И наконец И наконец И вот это самое главное событие Последней недели И наконец Самолеты Истребители Лев-16 Мы уже Они официально Переданы Заявлением Президента Премьер-министра Голландии Рюте Он прекрасно Завершает свою каденцию Передавая Восемнадцать 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 Деленский Поблагодарил За это Ну а Где восемнадцать Восемнадцать Голландских Кто там Скорее всего И семьдесят два Потому что Параллельно Начались работы Украинских Летчиков С Самолетов Бельгии Голландии Дании И Норвегии Это Это Важнейшее Просто материальное Но кроме того Психологическое Какая Самая длинная Борьба Была У нас Именно За За передачу За передачу Ф-16 Именно Вот та атмосфера Которая Сейчас сложилась Новая В Вашингтоне Она Позволяет Надеяться Что Вот эти суммы Любые суммы Которые Необходимы Сейчас Для передачи Вровня Они будут Реализовываться Как раз Высокотехологическими Поставками Это просто Удивительный кретин Итак Бывший Советник Офиса Президента Полковник Алексей Арестович Который В данный момент Находится На территории Соединенных Штатов И Выпал Из поля Внимания И очень хочет Туда вернуться Еще год назад Уровень доверия Ему достигал Порядка Семидесяти Процентов Сейчас Он Обвалился Где-то До Семи Тередевяти Ну А Количество Украинцев Которые Не доверяют Арестовичу Равняется Тому Которые Год назад Ему доверял Естественно Человек Привыкший Быть В свете Софитов Актер По профессии Длительное Время Игравший Роль Сначала Военного Эксперта Потом Разведчика Потом Политического Советника Офиса Президента В конечном Итоге Полностью Заявлениями Разрушил Свою Карьеру В итоге Был вынужден Уехать Из Украины Кстати Кем образом Он покинул Ее будущее Военнообязанным Его повышали В звании На протяжении Двух месяцев Тоже Беспрецедентно И вот Этот целый Полковник Бравый Полковник Который Ни дня Не провел На фронте После февраля 24 года И где он Должен был Применить себя И показать себя Во всей красе Вместо этого Сейчас Пытаясь Каким-то образом Привлечь Внимание К своей Персоне Он делает Ряд все более Резких Заявлений Которые еще Более Настраивают Против него Украинских Граждан Он пытается Нащупать Ту нишу Очевидно Которая Позволит Ему Получить Хоть Какой-то Процент На Парламентских И президентских Выборах Правда Дойдет ли он До участия В них Еще Большой Большой Вопрос Тем не менее Я знаю Мнение Многих Украинских Военных Которые С удовольствием Пообщались бы С Алексеем Арисовичем Но вот Беда До фронта Он никогда Так и не Доехал Поверьте ему Там бы его Встретили Мягко говоря Неласково Учитывая Ряд Его Дичайших Заявлений В том числе В адрес Украинских Боевых Подразделений Того же Подразделения Азов Он оскорблял Неоднократно Представителей Украинской Армии И вот В конечном Итоге На эфире С Российской Так называемой Хорошей Русской Журналисткой Юлией Латыниной Договорился До того Что войну С Россией Надо Немедленно Прекращать Причем Прекращать Поскольку Сама война Как он заявил Нравится Дядям Из обкома Вашингтонского И Брюссельского Полностью Повторил Риторику Российской Пропаганды И сравнил Украину И Россию С двумя Обезьянками С ножами Которые Прыгают Друг на друга С Пучиным Надо договариваться Заключать мир И более того Нужно предъявить Коллективный Иск Запада Украина Россия Вместе Запад Нам Должен Все Заявил Он Тем самым В очередной раз Создав Серйозное Юридическое Основание Для Возбуждения Против себя Уголовных Долг Впрочем На этом Мне кажется Он не особо Переживает Он не особо Рассчитывает В ближайшее время Вернуться в Украину Еще раз повторю Если он сюда Вернется Эта встреча Ему может Очень и очень Сильно Не понравиться Подписывайтесь на канал И не пропускайте Новые видео Пишите комментарии И делитесь С друзьями Мы также будем Вдячны За поддержку Нашей работе На Патреон Або Инших Зручных Платформах Реквизиты В описи До видео